Какие способности и навыки, которыми вы обладаете в совершенстве, могут быть подозрительными для людей? У меня максимально фиговая способность, я запоминаю то, что не надо. Например, в разговоре я запомню, что сестра моего собеседника плохо учится. Но зато запомнить код из четырех цифр, не, это слишком сложно. Но самое интересное, так это то, что большинство из всего, что я запоминаю, мне пригодится. Например, где-то через год, когда этот же человек говорит, что его сестра закончила учебную четверть на пять, я говорю «О, твоя сестра подтянулась в учебе? Поздравляю!» «Чувак, я тебе такого никогда не говорил, ты что, следил за ней?» Я легко забываю все ссоры, споры, обиды, прощаю. Я все время злюсь на себя за это, ведь человек может привыкнуть к этому и пользоваться этим. Из-за хорошей эмпатии я могу поддержать практически любую тему разговора, даже если я в ней не разбираюсь. А еще у меня есть абсолютно бесполезная способность вредить себе. Царапины, синяки, содранная кожа, обычное для меня состояние. Я буквально каждый день раню себя. Иногда это даже складывается в комбо из ранений. Для меня найти какого-либо человека или разузнать о нем что-либо вообще очень легко. Помимо своих каких-либо секретиков, как я это делаю, у меня очень много хороших знакомых и приятелей. Это также благодаря тому, что я могу заговорить со всеми. У меня много тем для общения и я очень открытый человек. Легко запомнить имя и какую-либо поверхностную информацию о нем. Я считаю это своей особенностью, ведь никто из моих друзей таким не обладает. Моя способность помнить то, что родители забыли. И еще один момент, когда мы с лучшей подругой общались по дискорду, я по приколу сказал «время чесаться». И моя подруга была в шоке, как я это сделал. Да, она чесалась. Способность запомнить длинное число с первого раза. Номер телефона, например. И большие проблемы с запоминанием коротких чисел. Что-то по типу пин-кода. У меня есть способности только слух и то, что я очень хорошо краду. Нет, я не крал вещи и так далее. Я бывает прикалываюсь над друзьями. Самое прикольное, когда они только заметили пропажу через час и спрашивают меня «какого хрена? Как ты взял его?» А также очень тихо ходить. Хм, да, я прям ниндзя. Я внимательно к людям, и если человек мне приятен, и у нас наклевывается общение, я уже через неделю буду знать, что его раздражает, что он любит, какие блюда он ест или наоборот не ест. Я могу вспомнить накануне праздников, что человек полгода назад случайно обмолвился о какой-то нужной ему вещи, поэтому всегда дарю то, что людям реально нужно. Почему-то это напрягает людей. Им начинает казаться, что я за ними слежу и веду какое-то досье на каждого. У меня отличная память. Я помню себя, начиная с пяти лет. Поэтому, когда люди слышат мое «О, так это ты в первом классе на уроке физри споткнулась и упала?», они начинают думать, что я сталкер. Способность менять выражение лица в любой ситуации. Способность самоконтроля. Способность, при которой мне в какой-то ситуации и так далее становится грустно и в буквальном смысле хочется умереть. Быстро проходит, когда я пытаюсь выпреснуть это все через слезы. Но при этом ни одну слезинку не проронив. В этот момент я понимаю, что не повод для беспокойства и слезы тут ни к чему. Поэтому сразу через пару минут или секунд прихожу в себя. Навыки. Тихо ходить. Определять по шагам знакомых мне людей. Запоминать числа. Не преднамеренно. Ну и легкий навык. Я запоминал мелкие детали событий лучше, чем очевидные. Я очень хороший наблюдатель. Замечаю все о людях в округе. Это часто пугает моих друзей. Я делаю это подсознательно, но в последнее время мне даже нравится. А еще я исчезаю, когда хожу рядом с друзьями. Я всегда знаю, какие трусы сейчас у моих знакомых. Однажды я откуда-то узнал, что у моей подруги бежевые стринги. Она. Окей, есть ли на них какие-то рисунки? Я. Нет, они у тебя однотонные. Все ржут. Тактильная и мышечная память. Очень полезна при игре на гитаре. Я так вспоминала довольно сложные партии после одного полутора года того, как не играла их. Мой навык точно не подозрительный, он очень нужный. Я очень хорошо могу рисовать с детства, в стиле комиксов. Сначала начал обучаться рисовать мой брат-близнец. Пять минут разница. А потом и я начал увлекаться и начал обучаться дома. Мы не ходили ни в какую художку, но учились чисто дома. Я стал профи спустя год. Я не делаю никакие арты на заказ, это просто нравится мне. Первое. Узнавать о человеку и очень многое за 5-минутный разговор. Жестикуляция, речь, вид, движение, стойка и так далее. Второе. Не париться с телефоном во время уроков на первой парте. Третье. Есть и не толстеть. Четвертое. Склерозность первой степени. Пятое. Не лень, лениться. Шестое. Не упускаю возможность упустить возможность. Я всегда угадываю, какая из реклам по телеку в кинотеатре последняя. Я не то, что угадываю. У меня появляется чувство, что именно на этом рекламном ролике кончается реклама. С длинными ногтями на больших пальцах рук можно при ударе нанести нехилый порез и тебе ничего не предъявят. Ведь оружия при тебе не было. Главное, чтобы остальные ногти были короткие, а то и сам пострадаешь. Сам ноготь где-то 2-3 миллиметра. Чистый и желательно заточенный. На он можно и просто чистый. Наносить удар надо кулаком и прожимом на костяшки. Большой палец поверх всех остальных. В последний момент делаете скользящее движение по направлению ногтя и вуаля. У соперника кровь и сильная боль. Возможно он дальше не захочет с вами драться. Изменено. Узнала, когда училась в интернате. Очень тихо хожу. В школе полы каменные. Ну или из чего-то другого. На ощущение камня. Я хожу на каблуках и набойки должны громко стучать. Но нет, не было стука. Однажды не сильно, но испугала учителя ОБЖ. Я могу распознать человека по тому, как он ходит. По громкости ходьбы, темпу, звуку и другим вещам. Меня иногда стремаются. Мои способности. Могу узнать много о человеке еще даже до знакомства с ним. Мои советы всегда работают. Могу шутить на абсолютную тему, даже если в ней не шарю. Стопроцентная наебалова. Вы никогда не поймете, что я чего-то не понял или подозреваю вас в чем-то. Я из тех людей, которые запоминают все то, что знать не обязательно. А потом люди этому удивляются. У меня хорошая память на лица. У меня очень хороший слух. Родители перешептываются через стену, а я все слышу, как же их это бесит. Я открываю бутылку пива с помощью кольца на пальце или об угол. При том, что не пью пиво. Думаю, достаточно. Я могу понять по запаху человека, что он ел. Волосы, запах изо рта, запах одежды, запах рук. Люди редко очищают себя от запаха еды после трапезы. Ну, в целом, любые запахи, если у меня не забит нос. Я очень хорошо владел армейским ножом и рукопашным боем. А также я довольно неплохо разбираюсь в психологии человека. Могу назвать привычки незнакомого мне человека, смотря на его поведение и тому подобное. Уж не знаю, является ли это способностью, но я умею определять вкус еды по запаху. Даже если я никогда раньше не пробовала ее. И почти всегда мне удается весьма точно представить вкус перед тем, как попробовать. А еще я частенько вспоминаю какие-то события, когда чувствую запахи, связанные с ними. Не то, чтобы очень полезно, но я не жалуюсь. У меня есть способность додумывать и выстраивать идеально точную причинно-следственную связь. Дайте мне пару даже не самых значительных фактов и результат какого-то действия, события. Я в точности опишу, как все было практически безошибочно. Людей это настораживает, и иногда им кажется, что я за ними слежу. Подслушиваю, или мне кто-то разболтал что-то. У меня легкая светобоязнь. Даже в темноте легко различаю блестящие предметы. К тому же мое зрение великолепное и днем. Могу без особых усилий найти монету, купюру, телефон или что угодно. Также я очень тихо хожу и прислушиваюсь к громкости своих шагов, потому как ненавижу ходить громко. Да, людей это действительно напрягает, в особенности, когда пробегаешь рядом. У меня повышенная внимательность к мелким движениям на расстоянии. Благодаря этому я отлично стреляю с карабина на дистанцию более 800 метров. Был даже случай моего попадания по утке, которая летела за метров 100 от меня. Это с карабина с цельной пули. Кто не в теме, то при охоте на утку стреляют по ней дробью с дистанции 15-20 метров. Попасть одной пулей очень сложно. У меня очень хорошая память на даты. Я помню, в каком месяце и дне встретились с человеком. Помню начало и окончание всех своих отношений. И помню все даты и месяцы, когда я летала куда-то или ходила на тусовки и в клубы с друзьями. Я даже помню дату и время своего первого поцелуя. Способность моментально анализировать и принимать решения. Это происходит настолько быстро, что мой мозг сам не понимает, когда он успел это сделать. Это довольно странно, даже для меня. Ведь это происходит на полном автомате. Но если я буду специально думать на ситуации, то этой скорости как и не было. Мой старший брат способен измениться на 180 градусов за считанные секунды. Он худой и низкий, но если кто-то его начинает бесить, его лицо изменится так, что даже взрослый мужчина испугается. Кроме того, он уже 5 лет работает шеф-поваром и на его руках есть много шрамов. Это тоже пугает многих. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую еще больше контента, переведенного на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставьте комментарий более чем из 4 слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо и всем пока!